Китай принимает меры, чтобы справиться с растущим спросом на путешествия. Компания США по превращению COVID-19 в оружие против КНР раскрывает главную политическую цель Америки. В Поднебесной начался туристический ажиотаж в связи с праздником весны. Медиакорпорация Китая показала официальный талисман новогоднего гала-концерта. В Китае ажиотажный спрос на получение паспортов, виз и других разрешений на различные поездки. С 8 января в стране существенно ослабили антиковидные ограничения, и теперь жители Поднебесной снова могут путешествовать. «Я только что подала документы на новый паспорт и получу его уже 17 января. С ним я смогу планировать зарубежные поездки. Первым делом я отправлюсь на каникулы в Таиланд». «Я хочу получить пропуск для поездки в Гонконг, потому что у меня там бизнес. Также я планирую поехать в Японию к сестре, с которой мы не виделись три года». Поток заявлений от граждан растет с каждым днем. Тем не менее, властям удается своевременно выдавать новые документы. «Мы ожидали, что спрос на разрешение на поездки будет расти, поэтому заранее приняли необходимые меры. Например, мы выяснили, какие предприятия Пекина планируют отправлять сотрудников в зарубежные командировки и открыли для них зеленые коридоры. Так мы способствуем восстановлению производства в нашей стране». Для иностранцев также упростили процедуры продления, изменения и повторной выдачи разрешений на пребывание в Китае. Подать заявку можно и онлайн, и офлайн. От тех, кто только прибыл в Поднебесную, больше не требуется проходить карантин. Нужен лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета. Компания Соединенных Штатов Америки по превращению коронавируса в оружие против Китая подрывает научную строгость, необходимую для эффективной борьбы с COVID-19, и демонстрирует главную политическую цель США по сдерживанию КНР под предлогом пандемии. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в новом издании медиакорпорации Китая Юйюань Тантьянь. Анализ больших данных показал, что в апреле 2020 года, когда в Штатах наблюдался первый пик смертности от COVID-19, ключевыми фразами в местных СМИ были «ношение масок» и «Китай». Неоднократно звучали заявления о неэффективности масок. Стандартные защитные средства от вируса в США превратили в оружие, чтобы опорочить меры Китая по борьбе с эпидемией. Стигматизация мер по борьбе с COVID-19 – это лишь часть стратегии Соединенных Штатов Америки по сдерживанию Китая. И сегодня это самое большое препятствие на пути вывода мира из тени пандемии, говорится в китайском издании. Китай готовится к празднику весны или же Новому году по лунному календарю. В стране на это время приходится пик пассажирских перевозок. В этом году транспортный бум начался 7 января и продлится 40 дней. По прогнозам, жители Поднебесной совершат более 2 миллиардов поездок только по железной дороге. Это примерно 70% от допандемийного показателя и в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже в первый день новогоднего сезона в путешествия на поезде отправились более 6 миллионов человек. Министерство транспорта прогнозирует, что по всей стране увеличится поток на скоростных автомагистралях. Раскуплены билеты и на самолеты. Аэропорт Тяньхэ в Ухане, один из восьми региональных хабов Китая, 7 января обслужил 400 рейсов и 45 тысяч пассажиров. Международный аэропорт Досин в Пекине в тот же день зарегистрировал 531 рейс. Услугами воздушной гавани воспользовались более 60 тысяч пассажиров, что на 30% больше, чем за последние две недели. Медиа-корпорация Китая представила официальный талисман традиционного новогоднего гала-концерта. Это Ту Юань Юань. Его имя переводится как «Пухлый кролик». По словам дизайнера, он символизирует долголетие, мир и процветание. Анимированный Ту Юань Юань откроет новогоднее шоу и поприветствует зрителей. Ежегодный гала-концерт Медиа-корпорации Китая является неотъемлемой частью праздника весны с 1984 года и проводится в канун Нового года по китайскому лунному календарю. Ту Юань Юань стал первым талисманом в истории шоу, который создали с использованием Big Data. Четыре резца талисман-кролик получил от своего древнейшего предка, обитавшего 62 миллиона лет назад и обнаруженного в наши дни в провинции Аньхой на востоке Китая. Кроме официального талисмана, публики представили зодиакальный образ года кролика – Ту Туан Туан. В нем можно увидеть традиционные узоры с глиняных скульптур Фэн Сян провинции Шэньси, которые символизируют силу и удачу. Медиа-корпорация Китая выпустила и кроличьи сувениры, среди которых чаши и тарелки с изображениями Ту Туан Туан. Редактор субтитров А.Семкин